Назову самого главного ненавистника русского народа. С точки зрения исторической справедливости не может быть оправдано то, что за время путинизма было умышлено 10 миллионов русских человек. Они не могли не напасть на Украину. Но это же такая злобная скотина, такой подходимый шуткий, который кричит все «нет Путина, нет России». И будет такое разрушение, что живые будут завидовать мертвым потом. Ударит Путин ядерным оружием. И мы подходим к краху этой системы мафиозной нашей. Дорогие друзья, сегодня мы в гостях у Михаила Никифоровича Полторанина. Первый вице-премьера Ельцинского правительства, ближайший соратник Ельцина, и даже не то, что соратник, это человек, который сделал Ельцина, проложил ему дорогу на олимп верховной российской власти. Человек, который заложил основу вообще российской пропаганды, российской идеологии, будучи, наверное, самым популярным, востребованным журналистом, руководя такими ключевыми изданиями в Советском Союзе и потом в России. И мы сегодня поговорим о том, что же все-таки было, что послужило вот неким детонатором развала коммунистической системы и прихода Ельцина к власти. Мы поговорим о том, что скрывают и до сих пор продолжают скрывать государственные архивы, которые не засекречены, потому что Михаил Никифорович, он долгое время являлся как раз главой комиссии по рассекречиванию архивов. И, конечно, мы поговорим, не можем поговорить о том, что же происходит сегодня, какие прогнозы, последствия, что нас ждет в ближайшее время, насколько режим, который нынче правит в России, он дальше вообще жизнеспособен. Михаил Никифорович, добрый день. Спасибо, что приняли. Ты прямо говоришь, как приняли, как будто я в царских покоях. Мы с тобой договорились, приехал. И слава Богу, и здоровья тебе, и твоим родителям, моим друзьям, и Татьяне Леонидовне, прекрасной, прекрасному филологу, доктору логических наук, и Борису Сергеевичу. Спасибо. И дай Бог им здоровья. Вот, смотрите, вы фактически, вот ваш жизненный путь, он пересекался с, ну, наверное, с четырьмя такими кардинальными сменами власти. То есть, что-то можно считать переворотом, что-то было около переворота, начиная с отравления Сталина и заканчивая разрушением коммунистического строя. А еще был приход Брежнева, смещение Хрущева, арест Берии. Ну, вот как раз четыре, получается, таких жестких сменов. Ареста Берии не было, его убили просто. Ну, есть разные версии, все-таки, я склоняюсь, что это все-таки, наверное, был арест в Кремле. Вот есть там другая версия, которая тоже, наверное, имеет под собой жесткую основу. Вот, когда при завершении вот этого коммунистического режима, вот когда уже было понимание, что все это рухнет? Что это не жизнеспособно? Причем не у тех, кто непосредственно имел отношение к власти, к средствам массовой информации, а вот у простого обывателя. Понимаешь, вот когда ты сейчас говоришь о четырех фазах, да, да, я старый человек, мне уже 83 год, скоро 83 будет, я пережил четыре общественных формации. Первая формация – это большевизм, в скобках саденизм. Вторая формация – социализм. Третья формация – это олигархический капитализм, ельцинский. И четвертый сегодня – это мафиаизм. Есть такое понятие. Вот это мафиаизм как раз и привело с собой путинизм, такое понятие, о чем мы поговорим. Потому что без мафиаизма путинизм не мог быть. Вот и цинизм не мог быть при той системе даже. Потому что мы ту систему огородили какими-то демократическими задвижками. Мы же в 90-е годы, 91-й, 2-й, 3-й и так далее. А вот это уже без всяких задвижек, он ведет нас, мы потом сейчас поговорим. И я тебе скажу так, что вот когда сегодня Путин говорит, что вот, там Ленин создал такую систему, когда кто хотел приходить в Союз, и тот, кто хотел, выходил, да, а не надо было это делать, надо было закрепить за Конституцией, что ты приходи, то приходи, а выходить не можешь, выходить. Но это у меня понятие КГБшное, конечно. У Ленина не могло быть такого понятия, потому что это была другая эпоха. А мы и говорим, что это было проверено же историей, что это правильно было. Когда советская власть работала, когда безграмотность полностью истребили, люди стали грамотными, когда везде больницы стали строить, когда стали думать о людях, когда 8-часовой рабочий день, там и так далее, и так далее. Это вот социализм. И тогда, когда началась война в 41-м году, и когда немцы захватили всю Европу, то такие республики, как Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и так далее, они получили карбланш. Все, нет власти центральной. Она разрушена. Она уже чуть ли не под пятой немца, и никто не придет тебя держать здесь. Мы можем выйти и уйти отсюда. Нет, они же пошли все воевать за эту власть, за эту страну. А сколько Казахстан дал героям, знаешь же, да? Казахстан. Там, скажем, Киргизы сколько дали. Я понимаю, что туркмена там меньше дали. Но все воевали за эту страну. Они хотели ее. Они хотели в ней жить. Потому что в 1939 году, когда выкарабкались мы из этой нищеты, из переломов всех, да, и когда отменение карточки, когда Талин сказал, что жизнь стала лучше, жизнь стала веселее, мы же помним по родителям своим, когда в магазинах появилось все, когда помнили мои родители, помнили эти старшие люди, помнили даже водку. Я забыл, как она называлась. Водку продавали. И в пробке там внизу это портрет был председателя Совнаркома. Если ты открывал, а там есть портрет, ты мог этот портрет принести в пробку, тебе еще бутылку давали, заставляли даже выпивать так. Это не байка, да? Не, это так было. Я сейчас забыл, как же. Кто у нас Совнарком тогда был? Рыковка называлась. Рыковка. Это нормальная жизнь была. И началась война. Вот, выдержали мы и так далее. Рассыпаться начало все при Хрущеве. Хрущев мстил Станину за сына своего, за то, что тот его унижал. Ведь Хрущев же с Тимошенко угробили 300 тысяч человек, в том числе моего отца. Барвенковское сражение было. Барвенковское сражение. Они же притазили, это 300 тысяч человек, в котел, где немцы рассоптали танками, уничтожили и все прочее. И потом он приполз на коленях к Сталину. Да, я, 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 я. Вот его он не расстрелял, сохранил. Вот. Но он унижения не мог терпеть, и он ему мстил во всем. Он стал, ликвидировал все хозяйства приусадебные. Он ликвидировал все сады. Ты знаешь, не помнишь это? Не знаешь? Я помню эту историю. Приусадебные, когда все пытались этим приусадебным хозяйством, работали в колхозах и так далее. Нет, все это уберем. Мы идем в коммунизм. Все будут ходить в столовые питаться. В столовых будет нормально все. Ничего. Когда вы работали в архивах, изучая секретные документы, вы видели план затопления Москвы в случае, если бы немцам удалось ворваться в столицу? Конечно, был этот план. Во-первых, был план сначала затопления Подмосковья. Его осуществили. Это две реки. Сестра и... Как же она еще? Там где-то ближе, в Дубне туда. Там платину взорвали. Когда немцы подошли... Потому что, когда произошла трагедия в октябре 29-го, в октябре... 25-го и октябре, недалеко от Москвы, немцы там уничтожили наших 300 тысяч и 600 тысяч взяли в плен. Я сейчас забыл, как это город называется. Известное дело. И немцы получили полный простор. Жуков проморгал все это дело. Жуков, он же все... его считает гением. Он столько навредил нам в этой войне. И Сталин его хотел ведь потом привлечь к этой ответственности большой. Потому что он создал комиссию для расследования с 41-го, начиная с 41-го года. Почему там вот это знаменитое сражение у польской границы в июне, где в наших столько танков было сожжено и многие другие вещи. И он хотел его прижучить. А его поэтому и отравили. И многих он хотел прижучить. Так вот, это ловика Юхра, Юхра, по-моему, Югра, да. Вот ее пустили, сестру пустили и канал Волга, Москва-Волга. И 36 поселков было сметено. Ночь на ночь на 29 октября вот вошла волна высокая с альдинами и танки все немецкие, которые пришли уже в Москву, они подошли вот с этой запада, с северо-запада к нам уже брали Москву. Их смело все. То есть 36 поселков 36 поселков советских граждан Да, советских граждан. Было затоплено. Да. Все погибли. То есть там шансов на выживание не должно. Ночью это кто же там не погибнет. Но это тысячами исчислялись жертвы? Я думаю тысячи, да. И был? И потом, когда вот это произошло, и Гитлеру сообщила разведка, что есть план затопления Москвы. И поэтому Гитлер остановился. Не стал заходить в Москву. Это не то, что там гений Жукова не пустил их в Москву, да. А это он остановился и повернул туда, на Кавказ за нефтью, в Сталинград и так далее. Но это означало бы гибель нескольких миллионов тех, кто не имел возможности эвакуироваться из Москвы. Я не думаю, что это нескольких миллионов. Это означало бы гибель, конечно, какой-то какой-то части людей. Ну, сотни тысяч точно. Не знаю, не могу сказать. Но затапливалось бы метро. Метро, конечно, прежде всего. И нижние этажи. Но люди поднялись бы. Но эти же машины немецкие, которые вошли, они же бы уже не работали. Есть еще такой интересный факт. Когда была реконструкция гостиницы «Снос», да, «Снос» гостиницы, реконструкция гостиницы «Москва». Москва обнаружили больше тонны зерчатых веществ. Все были заложены. Это в наше время нашли. То есть и только в Москве. А больше нигде не было, я имею в виду. А, ты Москву ту считаешь? Нет, Москву я имею в виду, гостиницу Москвы. А по Москве везде были заложены зерчатка. И, кстати, еще ходит такая легенда, причем достаточно скрепная легенда, о том, что это используется в сериалах, в фильмах, о том, что даже планировалось взорвать метрополитен. У меня таких материалов я не увидел. А вот по поводу подрыва Москвы. Вы что-то видели в документах? Ну, конечно, эти документы сохранились все. Они так и остались, мы их не рассекретили. потому что это в любом городе, который сдается противнику, всегда закладывается тротил под важнейшие здания, важнейшие пункты там. Но меня вот что здесь смущает. В центре Москвы да сколько десятилетиями лежала тонна взрывчатки. А где вопрос были исполнители тех, кто закладывал, где были карты минирования, потому что если бы это все сохранилось, ну, наверное, уже были предприняты меры, чтобы это все-таки обезопасить. Нет, это не так. Понимаешь, когда Сталин ушел, это кто закладывал, они ушли в ополчение, они там погибли, их уже не было. Вот, когда Сталин ушел, когда пришел Хрущев, он стал все похеривать Сталинское. И, видимо, массу этих документов, которые там уже были собраны для того, чтобы разминировать, их тоже уничтожили. Хрущев же размотал все. Как вы считаете, вот, затопление несколько тысяч советских граждан, и если бы все-таки немцам удалось затопление Москвы, где погибло, наверное, 100, может быть, 200 тысяч. Дайте, столько бы не могло. Ну, хорошо, даже 50 тысяч погибло бы. Это было бы оправдано? Я думаю, было бы. То есть, и всем и было бы оправдано. Нет, ну, с точки зрения все-таки исторической справедливости и правды, это бы не было оправдано, с точки зрения исторической справедливости. С точки зрения исторической справедливости не может быть оправдано то, что за время путинизма было умышлено 10 миллионов русских человек. Вот. Но, несмотря на это, эти русские люди, оставшиеся, кричат «Да здравствует Путин! Да здравствует эта система и так далее, и так далее, это жизнь. Что ты хочешь отрывать эти события от жизни? Это наш менталитет русских». Вы вознесли Ельцина к власти. Я сначала тебе договорю вред Хрущева, дальше-то. Потому что с чего ты уже задал вопрос, когда трещины наметились в Советском Союзе. Он стал уничтожать, он, во-первых, Савнархоза тогда создал, когда он ликвидировал всю эту частную собственность. Самое главное, при Сталине была создана частная собственность, она называлась кооперативная собственность. У нас были заводы по производству телевизоров, по производству радиоприемников, по производству мебели, по производству месокомбинаты кооперативные. Эта база шла к тому, чтобы создать нормальные условия, создать многопартийность и многовекторность в Советском Союзе. Потому что он об этом говорил, неважно, социализм можно построить даже в Англии при Королеве. Главное, чтобы средства производства остались в руках народа. Остальное пусть кто хочет, то и делает, чтобы много было продукции и так далее. Он к этому шел. Понимаешь, у нас я помню эти сталинские времена, когда на всех углах были какие-то киоски, где пирожки были, манты там продавали, когда гребешки, мясокомбинат эти кости не выбрасывал и собирали эти люди, гребешки делали. Мало того, колхозы, значит, у них был план сдачи там мяса, они сдавали столько мяса, план выполняли, у них оставалось мясо, и они делали цеха по производству, колбас и так далее. Это же все вот как раз перед войной начиналось все это было. И дальше после войны тоже пошло это. Я помню кооперативные магазины уже после войны, когда мы нищие были дети убитых родителей, мы получали пенсию за отца в размере за две вуханки черного хлеба на четверых, а потому что страна не могла дать больше. Пенсия за погибшего героического отца за две вуханки черного хлеба. Две вуханки черного хлеба? Да. И вы считаете, что это социальная справедливость? Какая справедливость, когда война все разрушила, когда не было ничего, все угроблено. Это же в то время отменили выплаты за награды, за боевые ордена, и был даже, когда такое явление, когда многие ветераны выкидывали, демонстративно выкидывали. Это позже было гораздо. Это позже было. Это тоже при Сталине? А? Это тоже при Сталине. Это при Сталине? Нет, это уже при Хрущеве было. Это было при Сталине? Нет, при Хрущеве. А когда инвалидов, которые назывались просто народе самоварами, вывозили подальше с глаз долого из Москвы? Слушай, ты начисался какой-то дурацкой литературы. Я знаю, видел этих инвалидов. Да, некоторых привозили, по колхозам отдавали. Привозили в колхозы, чтобы колхоз прокормил его. Так вот, на Валааме же был такой лагерь. Вот, на Валааме же был такой лагерь. У нас один без ноги Иван Иванович Иванов был, который получил героя Советского Союза. Его на Целиноградский колхоз привезли. Ноги он сделал, как второй Моресев. И он еще над комбайней работал, стал героем соцтруда. И там герои, и там. Таких людей много было. Мы говорим сейчас о том, что было и что Хрущев это ликвидировал. Все ликвидировал. И мы вот тогда мы начали и потом самое главное он МТС ликвидировал. Он колхозы ликвидировал и перевел их в совхозы. А колхозы это вот наша земля и мы сами принимаем решение когда нам сеять, что нам сеять, когда нам убирать. А совхозы это командует райкомом партии. Вот сей сегодня. А председатель говорит, а мы директор совхоза не можем сеять, потому что заморозки там все прочее. А мы тебя снимем с работы и исключим партии. Они сеют, никто не убирает, нечего убирать, тогда пошел голод. И тогда мы начали покупать пшеницу в США, в Канаде и так далее. И полез тогда Хрущев поднимать цырину. Я, кстати, цырину это поднимал. даже медаль за освоение целины есть. И вот тогда потом он стал портить отношения с Китаем Хрущев тогда. То, что при Сталине. Но это особая тема. Ну, все-таки, чтобы уже совсем глубоко не уходить в пучины исторические, но все-то смотрите, история могла бы повернуться по-другому. Скажем, вместо Ельцина пришел бы какой-нибудь такой бодрый сталинист, который все-таки вернул бы Советский Союз на сталинские рельсы. И мы уже дальше продолжали развиваться как Китай, который остается коммунистическим. Вот все-таки вы в 87-м году написали речь и придали ее огласке за Ельцина выступление на Октябрьском пленуме, который абсолютно не соответствовал тому тексту, который представили вы. И благодаря этому тексту Ельцин стал такой политической восходящей звездой. И это ему обеспечило приход к власти. Но не только это. Еще второй материал Каррера де ла сэра был «Как они казнили Ельцина». Это потому что весь мир потребовал дать нам интервью, стать отыскать. И везде он стал маячить. И он стал авторитетом. Его уже не могли трогать. Ну и что? И кроме этого вы возглавляли «Московскую правду». Главный редактор на весь союз были известны своими материалами по разоблачению коррупции, барства среди партийной элиты. То есть фактически вас можно отнести тоже к могильщикам Советского Союза и тем, кто брал и руководил вот этой группой направлен на разрушение коммунистической партии. И вот здесь вопрос. Фактически там было два человека Полторанин и второй как бы Солженицын, который исторически вот как раз заложил вот эту мину идейную интеллектуальную под Советский Союз. Вы с Солженицыным когда были знакомы лично? Да, был. И что вы можете сказать? Ну что Солженицын? Во-первых, когда я в Казахстане работал, я приезжал в Экибастуз и там председатель горсполкома Экибастузского повел меня, повез меня показывать один домик такой, они обложили силикатным кирпичом, это был барак, где жил Солженицын, когда они строили ТЭЦ. Вот, вот такое отношение было к Солженицыну в стране. и говорит, мы обложили силикатным кирпичом, чтобы, если бы мы так оставили, заставили бы нас ликвидировать этот барак, а мы его сохранили на будущее. Люди ему верили. Он, конечно, брал много, потому что он брал такие цифры, которых никогда не могло быть, вот, но считать, что Солженицын заложил основу, это все, понимаешь, поверхностно нас считать. Вот, кто-то там, где-то я выступал, говорит, вот он, участник разрушения страны. Нет, ребята, это очень поверхностный взгляд, это взгляд человека и людей, которые ни хрена не понимали политики и не углубляли в нее и так далее. Советский Союз разводили три структуры. Это политбюро ЦК КПСС, вот, КГБ СССР, руководство и Госплан СССР. Вот три. Когда, когда до 74-м году, до 74-го года Советский Союз поднимался, да, во всех отношениях, плановая система помогала этому, и мы тогда вышли на то, что мы обошли даже по производству электроники и микроэлектроники Японию, и мы стали поджимать Америку. Представляешь? И вот это тогда же был создан Денинград, другие заводы, и мы пыхали, и шли, и у нас высокие технологии пошли, и тогда же это космос, и так далее, и так далее. И вдруг 74-го года Госплан принимает решение остановить, вот пятилетка на 75-й год, остановить финансирование производства электроники и микроэлектроники, вот, эти деньги перебросить на переброску северных рек на южные районы и на освоение месторождений нефти и газа. Они тогда уже, они тогда уже решили, что мы будем, это я вот писал, что бнойбритовцы и бельдербергский клуб, они же ведь руководили нашими партийными боссами высокими, особенно КГБшники, КГБшники же там имели деньги, они все были засвечены, они это здесь в Асурмане, а там они были на подцепе, вот, и вы давайте нефть и газ, прокладывайте трубы в Европу, будете продавать, потом похерите эту страну и будете в шоколаде, то, что и произошло. Я встретил в 86-м году, поехал в Баку, тогда был там съезд ЦК Компартии Азербайджана, и со мной приехал туда Байбаков, бывший как раз председатель Госплана СССР, и нас поместили с ним в апартаменты, где Брежнев восстанавливался, но поскольку я освещал этот съезд, мне нужно было освещать, а он туда приехал, и вы должны были избрать от Азербайджана на 26-й, что ли, съезд партии. И мы с ним разговаривали, там ночами сидели, нам делали сок из этого, из гранаты, там гранаты растут уже много, пили гранаты и сок разговаривали. И вот я ему привел десяток примеров, таких как, скажем, в Караганде, карагандинский металлургический комбинат, когда нашли месторождение железа Лисаковская и Соколовско-Сарбайска, но руды не магнетитовые, но там они, их надо брать, и решили там строить крупнейший карагандинский металлургический комбинат. Для этого нет воды, для этого нужно, значит, провели канал Иртыш-Караганда 237 километров, для этого ГРЭС сделали, для этого значит, улучшили работу угольной промышленности, там нужен был коксующийся уголь для того, чтобы кокс сделать, вот, поэтому там все это сделали и потратили 10 миллиардов долларов тогдашних денег, это уже нынешних 100 миллиардов, вот, и на оборудование, на все прочее, а это Госплан сделал так, что привязал не для разработки вот этих лизаковских возрождений, лизаково-сарбатских, а нужно было строить конвертеры, качаешься в ванны там, потому что там много было, надо было известь, много фосфора было, они построили такое оборудование для магнититов груд, и надо было возить теперь груду с этого Курской магнитной аномалии, представляешь, через всю страну, то же самое такие делали в Владивостоке, а возить из Украины, вот, все это планировалось так, или планировалось значит ввести из Самотлора нефть в Узбекистан, да, вот, а значит оборудование завозили, этот Госплан же делал, совсем другую, другие республики, там, в общем, в Аханаде, плюс к этому это можно было не слушать их, но плюс к этому было постановление правительства принято о том, что решение Госплана считать как решение правительства, и никто не вякнул, и вот, когда я Байбакова спросил, вот, назвал ему многих, это что, раскидяйство или это предательство самое настоящее, он говорит, конечно, это предательство, с этим пытался бороться Андропов, создал комитет госбезопасности при Госплане, так они же у Хайдока Андропова, и этот комитет расхроначали, вот тебе откуда, а ты мне глупости говоришь, Солженинцын, я там причастен, вот, откуда мы могли быть причастны, когда все уже разрушено было, когда сидел Попов, я сколько ни спрашивал, ни это не говорит, или в Питере, когда поезда подходили с продуктами, там, рефрижераторы, с мясом, так далее, их останавливали, закапываете, вот вам деньги, там, так далее, так далее, это же было все. Если бы у вас была возможность, вы бы сохранили Компартию? Компартию? Да. Я бы сохранил по-другому, я бы не оставил ее единственной, потому что монополия убила везде социализм, монополия, это же, об этом писал даже еще этот соратник Ленина, фамилию, знаменитый маршрут Плеханов, о том, что, ну, нельзя, чтобы диктатура пронетариата была, потому что сам пронетариат не командует государством, он отдает это дело чиновникам, а это начинается диктатура чиновников, и вот мы как-то боролись, когда я писал статьи, мы же боролись против диктатуры чиновников, не против сути, а чиновники, как и сегодня, диктатура чиновников, когда сегодня в стране в два раза больше чиновников, чем в Советском Союзе, это перерождение обязательно будет, если партия одна руководящая, тогда вот партия сегодня одна руководящая, если ее партией можно назвать Единая Россия, вот они фюреры и вырастили, всегда фюреры вырастают. Вот, кстати, у нас Украина, Прибалтика, они приняли в свое время законы о декоммунизации. Почему этого не было сделано в России? А потому, что коммунисты, в принципе, ничего хорошего, ничего плохого, вернее, не дали на стране. А вы не считаете, что мы сегодня как раз наблюдаем последствия отсутствия иллюстрации и декоммунизации российского общества? То есть, фактически, вот то, что сегодня формируется, это такая, пусть даже жалкая, но это пародия на сталинизм и на компартию. понимаешь, ты вот говоришь, что мы не иллюстрировали, вот допустим, кто такой Володин? Он, его там запаха даже не было в то время. Он появился. Он не коммунист, он появился, но это же такая злобная скотина, такой подходим жуткий, который кричит все, нет Путина, нет России, там, да, и его поставили во главе парламента Нижней Палаты. Он просто пикер, он должен вести это собрание, а он уже начал вещать. У него после каждого там выступления свой спич, он учит всех. Это вот безответственность, безнаказанность их привела к этому делу. А вы не допускаете, что это со стороны Володина президентские амбиции? Какие президентские? И ни Володи уже не будет, ни Путина не будет, России не будет, и что, елка-палка? Это мы сейчас к этому придем. Они же к этому привели. У меня были другие заботы поднимать страну, создавать условия, потому что когда мы с Ельциным делали все это дело, начинали это, обговаривали много, а он страшно ревновал Назарбаева к Ельце, то есть к Горбачеву, потому что Горбачев уже хотел Назарбаева премьер-министром Советского Союза делать, Назарбаев был умный мужик, он такой прожженный там и так далее, и он все время пытался отойти от Назарбаева, оттолкнуть его, а Назарбаев полетел в Швейцарию, там какую-то интервью дал, ну, про Ельцина сказал, не очень там лестно, а после этого у него встреча с Ельцином в Москве, и вдруг мне звонят из самолета, Назарбаев звонит, что вот Ельцин мне звонят в самолет, отказал встречу, мы не должны, не будет встречи, я говорю, как, ну вот не хочу встречаться, я звоню Ельцину, говорю, Борис Николаевич, вы что, шутите что ли, первый секретарь Твердловского своего военную обкома что ли, вы же президент страны сейчас, это же вам не надо, хочу, не хочу, люблю, не люблю, он бросил трубку, да, я вам опять звоню, опять, значит, потом уже после четвертого раза он сам поднял трубку, говорит, пусть прилетают, да, вот такое вот, это вот люди, типа Ельцина, типа Путина, у них болезни есть, политические, кессонная, кессонная болезнь, вот когда поднимается водолаз снизу, ему обязательно нужно какие-то остановки делать, чтобы кровь не закипала, да, азот, чтобы не вспарывался, не вспучивался, остановится, кровь сыграет, он еще дальше, 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 и потом поднимается, и будет нормально, а когда он снизу резко поднимается, вот, у него кровь скипает, и он погибает, а вот у политиков, политические, кессонной болезни, у них мозг скипает, и им становится, им кажется, что они боги, что они все, им позволено, никакого контроля не должно быть над ними, ничего прочего, что хотят, то и делают, и когда я ему, Ельцин, тогда говорю, ну что вы делаете, вот так несколько раз, а потом уже Назарбаев сказал, я не хочу больше с Ельцином водиться, и все, а ему надо у нас же совместное производство, связи, это же не просто далекая страна, это огромный, Казахстан рядом, вот, и тогда я решил их помирить, вот, и Ельцин сказал, надо мириться, он говорит, ладно, я ему дам дачу, а дачу он ему дал, вот, когда едешь по Кутузовскому, доезжаешь до кольцевой дороги, вот, и направо по кольцевой, чуть проехал, и там заезжаешь опять в сторону города, там сосновый бор такой, вот там у них где-то были дачи царские, и он там дал дачу, и Назарбаев говорит, ты тогда, это, приезжай, мы, Ельцин соберется с женой, я с женой, и ты приезжай, да, и мы поговорим, я приехал, вот, и Назарбаеву привезли барана, сварили, как это полагает, бешпармак, вот, сели мы за стол, мне Назарбаев отдал роль ведущего, и, как у казахов, это самый близкий человек, который голову разделывает, и когда тем в Казахстане голову не видел, вот разделывает, допустим, даешь ухо кому-то и говоришь, вот, это тебе, тебе надо всегда слушать, там, родители, допустим, или так, тех-то, 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 да, да, берет, да, мы выпиваем за это, и кому-то глаз, вот, Ельцин, салба у барана снял эту, и дал ему, чтобы он думал лучше, чем делает, да, вот такой разговор, а потом мы дальше сидим, и вдруг Ельцин поднимает, и говорит, я бы хотел выпить за конструктора демократии в России Михаила Никифоровича Полторанина, он, говорит, мне дал проект Конституции России, я ему сделал, да, и мало, говорит, того, такая, и там написал, что Конституция должна нас защищать, но мы, и она не будет защищать, если мы не будем защищать Конституцию, я так написал, это действительно, мы сейчас не защищаем Конституцию, с ней, как с девкой, что хотят, то и делают, поэтому, говорит, он написал, что есть статьи должны в Конституции быть, что, допустим, правитель там, который у нас, или президент, если он ведет дело к тому, что не насильство, не удержание власти, то Конституция должна быть, статья закона, закона прописана, что он, такой человек, должен быть вне закона, и любой человек, обязан просто его, как говорится, укокошить, убрать за руки. Право народа на восстание? Ну, народа, это и сейчас есть, кстати, право народа на восстание, нет, а это именно такие, и там многие прописал, а Назарбаев говорит, да, вот, мы с Михаилом давно работаем, в Казахстане там, вот, мы дружим, и я, говорит, даже посылал к нему своих людей, он президент там уже был, да, он присылал Григория Тедяева, он бывший сапфор правды, по Казахстану тоже, и то, что мы законы сочиняем какие-то, по средствам массовой информации, по защите, по продвижению демократии, говорит, я прошу их привезти из Москвы, эти, копии, и мы будем подобные принимать, и принимаем так же. и вот они об этом говорили, что вот уже надоело это, когда они, эти, старики сели и уселись на одном месте, не меняется власть, надо менять это все, потому что надоела эта система, двуружничество, эта однопартийность, там, так далее, да, и мы ввели эту тему разговора, а потом прошло, сколько лет, как изменился Ельцин, как изменился Назарбаев-то я уже видел там. Вот такие у нас были разговоры. Ну, кстати, такими первыми весточками двух-трех партийной системы, это вот тот же был Жириновский, ЛДПР. Вообще, откуда он взялся? КГБ сделал его. Почему он? Ну, он подвернулся, ты знаешь, вот, ты, наверное, не задашь этот вопрос, как общество было готово или нет так называемого переворота от девяностого года, девяносто первого года. А я говорю, наверное, готово было, мы с тобой уже разговаривали, готово, но с другой стороны, вот эта вот революция, которая произошла, так называемая, девяносто первого года, она же шла сверху, это не снизу она шла, в том числе, и Жириновский был создан сверху. Когда мы создали межрагональную депутатскую группу, вот у нас там был Ельцин, Попов говорил, Юра Афанасьев, академик сахара, там, ну, знаешь, мы же ведь не проповедовали там не капитализм, ничего, да, мы хотели просто очистить страну от всякой скверны, очистить от лишних этих камней, которые на дороге ежат, и привести уже к тому, когда люди сядут, соберутся, что нам дальше делать. А дальше надо было делать обязательно все равно и многопартийность, и многопрофильность в экономике. Вот, у нас же начало, в конце концов, как мы стали делать при Гайдаре-то, у нас парикмахерские все остались в государстве, да, булочные в государстве и так далее, а нефтепромыслы, нефтеперерабатывающие заводы, крупные заводы, все Гайдар похерил и разбросали их, разгромили и отдали в частные руки. Это же наоборот с ног на голову все перевернули. Но тот же Назарбаев фактически создал один из самых коррумпированных в мире кланов семейных. Так в том-то и дело, мы о чем и говорим, что был Назарбаев такой, и когда не было у него конкуренции, когда все стали на колени перед ним, а ля бисьмеля, а ля бисьмеля, да, о великий Назарбаев, он что хочет, то и делает, как сегодня наш режим, он что хочет, что творит. Вот, кстати, по поводу перемен в людях, в судьбах политических деятелей. Вот говорят, Сталин был, да, был Сталин до войны, Сталин после войны. Два абсолютно разных Сталина. Два абсолютно разных вектора в политике. А вот почему вы сейчас исключаете, что такой же Путин? Скажем, был Путин разлива кооператива озера. Прошу тебя не оскорблять Сталина сравнениями с Путиным, ладно? А вот сейчас Путин другого разлива. Державные амбиции, имперские планы. Мы с тобой по Путину сейчас поговорим еще. Да, вот почему? Может быть, все-таки тоже люди меняются и политики тоже, кто в худшую, кто в лучшую сторону. Почему вы, скажем, эту возможность отвергаете в отношениях? А в лучшую сторону никто не меняется? Ну, Сталин тоже. А? Сталин. Возьмем, там, 30-е... Нет, Сталин вынужден был. Или репрессии, откровенно русофобская политика, потом чуть-чуть вектор начал меняться. А какая русофобская у него? Он, наоборот, русофил. Он больше русофил, чем ты, например. Он же ведь это вот эти репрессии против троцкистов, против тех, кто хотел утащить страну, мировую революцию туда. И в том числе и Ленин тоже хотел туда утащить. Ну, все-таки Сталин причастен к репрессиям и казачества, и духовенства, и выбивался купеческий весь цвет, наследие от имперской промышленности. Давай о духовенстве не говорить, потому что... Давайте, давайте не будем. Что такое духовенство? Я бы тоже на месте Сталина занялся бы этим делом, да? Вот все-таки вернемся к Путину. Давайте перекинем мосток сюда. Все-таки вы... Почему Путин не может измениться? годы, опыт. И, кстати, вот еще такой момент, вот еще бы хотелось бы начать. Подожди. Вот ты задали вопрос про Путина? Он не может измениться, потому что у него кругозора нет. У него базы образовательной нет и кругозора. Образовательную базу он не получил, потому что он поступил в университет по квоте физруковской. Он же ведь пришел, я писал об этом, пришел тренер из тюрьмы. Вот. И пришел к тренеру другому. А тот тренер от труда, да, от труда, тренировал этих пацанов Путина, который мост строил Черноморский, как его, забыл немецкое фамилию. А тот парень Ротенберг, да, посмотри его, но он посмотрел, а вот друг завкафедры физкультуры в университете. Он по квоте прошел. Ты же видел его аттестат? У него же одни трояки там были. Он может серостью быть троечным, но тем не менее режим-то насколько стабилен. 20 лет у власти, 20 лет, несмотря ни на что. А стабилен? Советский Советский Союз просуществовал 70 лет. Не надо так сразу говорить. И вот его не мог меняться. Он как сидел там, так по своему кругозору остался. Ведь Путин пришел к власти не сам. Путина привели к власти КГБ, которые разводили эту страну, и они хотят, чтобы так и держалась сегодня. Потому что Путин, когда был в этом Дрездене, когда заведующим этим домом с дружбой, чем он там занимался, ты знаешь, что приезжали вечно жены начальников, сестры, знакомые и так далее, все хотели попасть в Дрезденскую галерею. Он там поляны накрывал, встречал, провожал и так далее. А еще, как пишут его соседи по комнате, он занимался фарцовкой. Постоянно он шмотки покупал там, западные ему покупали, западного Берлина. И потом он перепродавал в Москве здесь, и на этом жил, хотя он получал нормальные деньги. Потом, когда его убрали, потому что его засекли на несанкционированных связях с иностранными разведками, он пришел в Питер, и тут уже некоторые эти блогеры наши говорят, вот он стал там возить Старовойтову, он там хотел там тем, бомбистам и так далее, для них подобно. Старовойтов вспоминает же, я знаю ее, она говорит, подошел ко мне, какой-то хлюпик молодой и говорит, Гарина, как ее, я вот вас слушаю, читаю, вы так все хорошо говорите, оно так мне на сердце ложится, я тоже так же думаю, хотел бы так бы делать. Вот, у меня есть машина, хотите, я буду возить вас, да, вот, бесплатно все, она говорит, нет, я буду ехать, ездить на метро, он к Собчаку подлез, Анатолий Александрович, вот, я у меня такое-то ела, я вас слушаю, там, туда, Собчак говорит, нет, не надо, а потом, а он просто его, КГБ говорит, давай туда, пристройся, там, это люди известны, нам нужно знать, о чем они говорят, о чем они думают, вот, не получилось, тогда они его сунули к ректору университета по этим международным делам, помощникам, а оттуда они его сунули к Собчаку, первым замом, потому что Собчак был замешан с ними же тоже, для того, чтобы у него состоялась какая-то база, чтобы у него в биографии появился период работы, в административной работы, а оттуда они его мигрировали в Кремль уже сюда, вот, и он прошел, у него полтора процента было, а у Примакова 36 процентов, как бы он прошел безо всего, если бы не было некоторых операций, которые я тебе потом скажу, да, спецоперации проведено, его притащили, Ельцин, он же уже охренел тогда, он с ними связался, Ельцин, я ему тогда говорил, зачем вы связываетесь, еще при нормальной жизни, он тогда, потому что с ними связался, когда они ему там говорят, он ходил, играл в этот, в теннис, там тренирование женщины было, она жена какого-то, как и биста, по-моему, они говорят, Борис Николаевич, нахрен тебе это Россия, надо все туда увозить, а тут зарабатывать, там, то-то, то-то, вот, он и начал потом, он же этому сказал Кожакову, что мы сидим, надо все брать, потому что мы останемся ни при чем, и он, ему дали этого Путина, вот, он его и не знал никогда, а теперь, там, вот, как его выбирали, там, все это прочее, да, и вот он пришел туда, сюда, не имея ничего, ни опыта, ни базы, ни интеллектуальной базы, ни опытной базы, ни интеллекта, ни кругозора, с чего он начал, вот мы на этом участке, хочешь мы будем дальше говорить? Сейчас, по нескому уточняющих моментов, вот, вы абсолютно сенсационные вещи и очень смелые в наше время, я бы сказал, даже в наше время расстрельные, опубликовали в книге «Власть в Тротиловом эквалете», которая до сих пор продается, непонятно для меня, почему не запретили, не изъяли, не сожгли, потому что это одна из таких самых разоблачительных историй в отношении президента и его окружения, но вот у вас есть товарищ Андрей Караулов, блогер, журналист, профессионал высшей категории, я бы не сказал, вот я из-за этого с ним расстался, и вот момент такой, это, наверное, человек один из первых, кто прочитал эту книгу, это человек, который делал с вами регулярные беседы, и вдруг он сейчас вот прям лобызает Владимира Владимировича, говорит, что это настоящий офицер, настоящий мужчина, настоящий вождь, все, что делается сейчас на Украине, это должно было так быть, и дальше у него впереди только славное, победоносное будущее, он вам не поверил, что произошло, может быть, вы показались ему неубедительны, когда он никогда никому не верил, у него главная цель бабки заработать, потому что он молится ведь о мамоне, а из тех, кто молится о мамоне, им больше никто не нужен, ему нужны бабки, а чтобы бабки хорошо зарабатывать, он считает, что надо пробраться на федеральный канал, а на федеральный канал сегодня надо вылизывать одно место президента, он вылизывает и делает, но тот как-то не замечает заразу. Но он вылизывает за бабки или вылизывает в надежде пробраться на федеральный канал? Пока без бабок, а потом уже бабки будут, тогда он уже не будет вылизывать. Караулов продается бесплатно, так же, получается? А есть вообще какая-то, ну какие-то моральные рамки? У кого? У того же Караулова? Нету. У него нету. То есть это настолько циничный человек? Да, у нас с тобой есть, у него нету. Поэтому я у него ходил к нему, потому что у него хорошая аудитория, большая, у меня там миллионы просмотров, он присылал за мной машину, я приезжал, высказывали, там так далее, потом садился и ехал сюда, ничего больше не надо мне. Я ни деньги от него ничего не получал. Мне просто надо было высказаться, вот как мы сейчас с тобой высказываемся, но я же вижу, вижу его, и он мне правда помог, потому что когда я заболел ковидом, и когда меня положили Боткинскую больницу в реанимацию, а у меня оказалось 80% поражения легких. 80% Вот почему у меня сейчас дыхания иногда не хватает. И когда я лежал там 80%, и они позвонили, я уже продержал там сутки, мне сюда все эти ввели трубки, там то-то, то-то, они позвонили Надежде Михайловне и сказали, мы его не вытянем здесь. Потому что у нас оборудования такого нет. Такое оборудование американское есть, только в коммунарке. Вот наш, вот это зам главного там Галина Юрьевна, прекрасная женщина, в этом Никитина Боткинской больнице, она звонила, говорит, Надежда Михайловна, я там договорилась с врачами, они готовы его принять, но надо, чтобы надавить на главного. А главному дали мои документы, когда прислали, он говорит, да вы что, мне же всю эту, испортите статистику, блин, потому что у меня рак-то, вот, у меня тяжелая форма астмы, у меня операция на открытом сердце, у меня, он говорит, с такими вообще болезнями, я первый раз человека живого встречаю, да, не, я, и мы тогда сказали, что надо какого-то такого, известная фамилия, чтобы такой нахрапистый, наглый был, чтобы позвонил ему, и караулу Костя позвонил, он позвонил ему, и тот говорит, ну ладно, пусть тогда привозят, и меня, голенького, где-то там одежда была в другом месте, везли через всю Москву, на этой металлическом полу мотали, я не знал, куда меня везут, зачем мне везут, даже одеяло, это одеяло давайте накроем, там сказали, а у нас они на учете, нам надо отчитывать за одеялом, так отвезете его, да, и привезли меня, а там американское оборудование, вот меня и вытащили, я 12 суток лежал в реанимации, а потом еще месяц в больницу отходил, да еще меня выписали, вон у меня этот кислородный аппарат большой, сказали, купите, только тогда выпишем, я еще дышу его, вот, и поэтому караулку я сказал, я тебе обязан, я тебя отработаю, я отработал, а теперь все, до свидания, привет. Ну, кстати, при всем при том, караулов постоянно мочит Кириенко, который... А потому что Кириенко его не пускает, его Кириенко не пускает на федеральные каналы. И это мелкая месть или заказ другой башни? Нет, это месть чистая. Какие там башни? Там все одинаковые башни. Нету там никаких. Там, конечно, это серпинарии все, да, и серпинарии, как он, они, пауки, там, змеи, а все они одинаковые во всех башнях. А мочит он, вот, поэтому его. Что происходит сегодня вообще в России, в Украине? Почему возникла вот эта жуткая братоубийственная ситуация? Нельзя называть войну-войной. Братоубийственный аппарат этого, операция, так будем говорить. Братоубийственная операция. Вот давай я тебе начну опять-таки с путинизма, да? Вот, когда пришел Путин, потому что без этого нельзя. мы говорим с тобой о том, что нужно разобрать с самого низа и понять, откуда мы пришли и куда мы придем. Мы с тобой давай себя поставим на место историков, которые живут в 2030 году, да? Уже Путина нет, и нужно разобрать, а что же произошло в России, с Украиной там вообще, да? Что это было такое? Это нужно делать без гнева и пристрастия, как нас учили древние римляне. Вот. И мы с тобой, как поскольку у тебя мама Татьяна Деонидовна, она филолог, мы ее возьмем термин этимологии. Вот мы этимологию путинизма давай рассмотрим с самого начала до конца. Это немного времени займет. Вот он пришел, Путин. Я тебе рассказал, рассказал, как он пришел, да, к власти. Все, мы еще вернемся к этим взрывам домов, там, и так далее, да. Пришел к власти, все, сел, и мы сразу что подумал? Была линия Ельцина на дружбу с Америкой, на сотрудничество. Ну, давай будем продолжать на сотрудничество. У нас ходил здесь, как будто по своей комнате, по своей спальне, офицер разведки, полп, американский. И он ждал, когда ему дадут документы на ракету подводную, шквал, которая была еще создана в советское время. А шквал это торпеда, которая окружает себя газом, и она мчится под водой со скоростью 500 км в час. Жуткая ракета, торпеда. И он ждал, что вот сейчас в чертежи ему придут, вот, заплатят. Уже пришла же команда Путина, эти, а озеро Питерское, а у них же все там на продажу. Они напродавали так с Питер, что пришло время, когда Собчак обратился к Бушу, чтобы Буш спасал Питер от голода и Колю, Гельмуту Колю. Я вот с Гельмутом Колем встречался в бойне, он говорит, а мы даже рассчитывали, что у вас Петербург выйдет из состава России, как Чечня, да? Поэтому помогали. Коль ему открыл склады, этот открыл склады и навалили. Это же они вдвоем командовали, Собчак и Путин. И они из голодухи чуть не уморили. Все на продажу было. И здесь тоже все на вывоз. Давай вот эти ракеты держат, они должны для страны жить, но это новая была штука, продадим сейчас все американцам. Потом вдруг на китайцев вышли на Путина там, и а давай китайцам продадим лучше эти ракеты. И взяли пол, поарестовали. Он как раз в гостинице с инженером, разработчиком этого ракеты был. того арестования его арестования. А это решили продать китайцам. Китайцы предложили лучшие условия. И китайцы попросили показать, как эти ракеты работают, торпеды. И образовали на Баринского моря учения. Был крейсер значит Иван нет, Петр Великий по-моему, да. Вот там китайцы сидели на кресле, на этом на крейсере наблюдали. И пустили подводную лодку Курск. С этого Курска должны были пустить и смотреть. Но американцы, конечно, видимо, обиделись, что так их кинули. Курск сначала на глубине шел, потом поднялся на 18 метров для перископной глубины, чтобы шарахнуть ракетами. В это время к нему подполз, подползла подводная лодка Мемфис с правой стороны и шарахнула ему торпедой по правому борту. Причем у этой торпеды МК-48 был стержень такой из малообогащенного урана, но крепкий очень, потому что у Курска двойная стенка двойная двойная и как раз около этой рубки капитанской взорвался там 300 килограмм 295 было тротила в этой врате. Сразу погибли и капитаны и лодка когда носом пошла а у нее уже работают два двигателя они устремились вниз и лодка воткнулась в грунт и детонация и нос еще взорвало вот как раз большой взрыв был погибли там остался только 9 в это время Путин находился в Сочи в отпуске срочно прилетел сюда темат что ли этот был начальник ЦРУ разбираться ну правда сюда прилетел Путин даже решил 5 дней не выходил оттуда катался на лыжах наверху и так далее он поручил это Клебанов Клебанов там отхлебывался вот стали врать чтобы не видно не показать пробоину да стали врать что это столкновение что это случайность там а ну поднимем давайте там же 9 отсек еще люди нет мы не не можем подняться что там если эта лодка подняла на нос вот так вот встала то уже корма видна на улице потому что 8 метров всего глубина была да нет вот эти норвежцы предложили там опять вранье сплошное было вот потом на путина стал выходить Клинтон и несколько раз выходил и предложил для того чтобы все было нормально мы дадим вам и дали 10 миллиардов долларов кредит по-моему без процента я не знаю куда этот кредит делся мы не нашли следов откупились откупились да а китайцы получили эту ракету как они получили если они не видели ее ну уже впоследствии да нафиг они сказали не такие ракеты нам не нужны от которых все взрывается вот не перебивай меня сюда я теперь что это долго рассказываешь что ли нет 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 я уточняю еще и вопрос теперь еще осталось время наше время те закладанные которые наши демократические принципы свобода слова там то-то 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 да еще начальство не боялись а еще осталось все и тут хай поднялся там Виняева женщины закрутили давай сюда когда растоптали там по-моему этого Кибанова давай требовать Путина а никто ему это не говорит а это врали все а у них был заместитель командира 7-й дивизии вот подводных лодок по-моему фамилия украинская фамилия забыл ее они сказали вот он полковник командир 1-й ранга вот мы ему верим пусть он нам скажет что там было он взял и сказал что это на самом деле было а мне потом сказал Игорь Сергеев об этом министр обороны потому что он тоже там был а когда я его в книге там его там топтали я его доброе имя поднял спас он пришел ко мне и говорит спасибо вам за это дело ему станет говорить я спросил да это был была атака Мемфиса и так далее и значит вранье вранье Путин вынужден был полететь туда ему заставили он прилетел он выступал перед женщинами это вот журналисты вас подталкивают а журналисты развалили всю страну военно-морской флот журналисты развалили ты не помнишь его выступление вот ты так же сказал что-то вы с этим значит с Ельцем не не с Ельцем с Солженицем с Солженицем развалили это журналисты значит и тогда это взял Доренко тогда был Сергей он взял привез сюда этих женщин на Первый канал он же тогда топтал всех там да вот свобода слова настоящего была эти женщины стали поливать Путина Путин позвонил на Первый канал и сказал вы там собрали шлюх дали им по 10 баксов долларов чтобы они не обсирали да вы знаете что кто такие и тогда он понял что это не его страна это что-то надо делать и уходить самому потому что с его принципами с его мировоззрением с его тактом да когда он занимался только этим тряпьем шматьем да а страна огромная оказывается такие проблемы блин да или уходить или перестраивать эту страну но у него уже были известные ему наработки нашей лаборатории которая была в свое время около Рузы в русских лесах там частотная лаборатория которая по частотам определяли менталитет нации тех или иных которые у нас расположены и у него уже были наработки по менталитету русской русской нации которая сидит здесь до Урала центра европейской части и он сказал себе что нет я буду перестраивать эту страну с этими трусами я буду это делать но он тогда решил что я должен раз мы с Клинтоном договорились я должен тащить страну в НАТО нет больше иного пути у России как НАТО и он стал навязываться в НАТО вот март 2000 года интервью Путину корреспондент BBC Дэвиду Форсту он ему спрашивает возможно ли что Россия присоединится к НАТО Путин Россия это часть Европы и я не представляю себе НАТО в качестве врага мы друзья Россия должна быть там но Россия должна принимать участие в выработке решений о судьбах мира ему захотелось судьбам мира заниматься я тебе почему сейчас говорю про НАТО потому что потом-то Украину они подвели что это мы враги же НАТО подползли к нам а мы не знали что-то такие там да судьбы мира ему нужно ему нужно было сидеть рядом с бушами с клинтами на скамье когда семерка там сидит и решать давайте вот эту страну мы похерим да эту голодом заморим а этим этим дадим там сейчас а тут теперь Россия потом прошла семестная январь 2001 года совместная пресс-конференция США с Бушем на даче Буша была где он опять говорил я же мы же хотим в НАТО а вот Мадлен Олберт мне говорит мы вас не пустим он жаловался на нее и потом взял даже рассекретил ноту МИДа Советского Союза от 1954 года когда Сталин уже умер когда МИД наш написал отправил туда заявление что Россия Советский Союз готов рассмотреть вопрос о вступлении в НАТО да вот даже Советский Союз хотел он потряс этим этим документом вы нас принимаете потом марк 2001 года Путин выступил в Бундестаге я смотрел это выступление где он сначала говорил что первый раз никогда в жизни не было чтобы в Бундестаге кто-то выступал от меня пригласили я довольна ратом я хочу будет говорить сейчас на языке значит ну в общем на языке философов немецких и по-немецки стал говорить перевод был вот он тоже сказал что не будет скоро не будет деления на Европу на Запад и Восток потому что мы вступаем в НАТО но ему тогда Буш сказал парень ты в НАТО хочешь вступить а у тебя в Лурдесе такая бомба лежит которая заглядывает за нами ты знаешь в Лурдесе на Кубе лаборатория которая отслеживала половину Соединенных Штатов она просвечила да у тебя в Лурдесе давай ее убирай вот он пока не тут у него дела всякие он забыл это дело Буш прилетел в Любляну отдыхать и сказал отдайте мне сюда этого парня и он прилетел к нему в Любляну и говорит есть ваша честь мы убираем и Лурдес он убрал нафиг да и база Камрань Камрань ну Камрань это ладно уж не так звучит а вот Лурдес он убрал а их это интересовало потом после этого он это создал базу НАТО в Ульяновске тоже знаешь об этом да вот это мы все к этому говорим так вот все это делал вот и ждал когда надо будет принимать но он считался токсичным токсичным он в мире потому что за ним за хвостом хвост был вот это дело 144-128 Собчаком тогда Собчака Собчака он вывез на самолете в Париж потому что Собчака должны были реалистовать а он поскольку ГГБшник его не трогали он хозяин потому что там они были связаны с наркомафией там с тем то с тем то потом вот это вот их дела с этим продовольствием то что я когда в правительстве был мы им дали на целый миллиард долларов нефтепродуктов металл значит самый дорогой где-то там материалы чтобы они поменяли на продукты да вот а он отвечал за это они создавали посреднические фирмы ни на что не отвечающие хреновые там с ними заключали договор что возили деньги в Испанию прятали а в Питер ничего не приходило вот голодуха не устроили тогда же вот табачные бунты когда вынужден был Буш и Коль открыть склады для Питера это все висело на них потом самое главное взрывы в 99 году когда Путин пришел кто он такой никто не знал вдруг начались взрывы в Москве там еще и в этом в Рязани их поймали когда они заложили тротил а мир то вздрогнул от этого что кто пришел тогда я Назарбаеву встречался и Назарбаев при близком кругу сказал ребята это же сатаненок в табакерке пришел сатаненок из табакерки посмотрим в какой сатану он вырастет да вот а он то мудрый был мужик и естественно он токсичный и раз он токсичный и Россия стала токсичная он все-таки пошел еще дальше ладно в это а наша была сфера влияния Средней Азии потому что когда СССР распался за нами остались и Казахстан и Казахстан и Киргизия он стал обзванивать отлично руководителей республик среднеазиатских чтобы они у себя разместили базы НАТО американские вот в Бишкеке разместилась база США вот потом в Алма-Ате разместилась база по-моему это Путин обзванивал Путин обзванивал да вот и лоббировал размещение и лоббировал размещение да вот китайцы это узнали и китайцы выдвинули к нашим границам трехсот тысячную группировку войск как раз в тех местах где можно было там на карте посмотреть где Хабаровский край Приморский край там как бы мешок горло мешка вот туда там можно было перехватить и захватить весь здание восток да и тогда Путин срочно отдал китайцам большие острова Тарубарова и Большой Уссурийский с жителем вместе там у жителей людей были дома они там огороды сажали и так далее и так далее и тогда он сказал себе надо будет делать поворот к Китаю и стал делать поворот к Китаю вот сам этим делом он стал в 14-м году газопровод силы Сибири который нам очень дорого обошелся потому что мы же за свои деньги нам нужно школы было строить потому что половина школ по-моему сортиров нет в них ни воды нет все на улице на мороз ребятам выходить надо было больницы делать потому что а вместо этого оптимизация больниц негде лечиться и так далее он силы Сибири мы вложили деньги причем теперь мы этот газ продаем по дешевке со скидкой чтобы китайцы вот они в год берут а потом перепродают его и на 2 2,6 миллиарда долларов они набирают вот то есть мы работаем он страной вообще не занимался он бросил ее он занимался этими политическими делами миром им хотелось руководить ну потом лес потом земля в аренду ты знаешь что там миллионы мы сдаем в аренду землю а они же ее поганят китайцы они столько удобрений дают что за год два урожая и сжать нельзя и потом эту землю надо откачивать десятилетия вот и встали мы на Китай и тогда естественно он обратился к той идее что НАТО нам не нужно вот а в это время поскольку он страной не занимался мы все продавали недра у нас были мощные вот ну представляешь 108 и 118 яхт сейчас у нас которые арестовывают и каждые они не меньше по-моему 300 миллионов что ли евро миллионов по-моему да каждое а не тысяч вот это же надо на что-то покупать это все мы продаем продаем и все разбазарили распетрушили и все это вылилось в яхты в дворцы и мы оказались на мели но ведь любят же Путина любят Путина Ельцина так никто не любил а мы к этому Сталин никто так не любил а в это время значит после почему я возвращаюсь к Украине и к НАТО в это время после развала СССР остались два обмылка крупных от СССР Россия и Украина ну там мелкие прибалтика там тогда можно еще когда останется два обмылка которые рядом вот один обмылок стал постепенно приобретать форму государственности это Украина со страданиями там спорами судебными решениями вот с предательствами скажем Янукович и Порошенко они же предавали Россию и поэтому наши ребята там и Путин решил что это наша наша квартира они ходили туда не вытирая ноги значит да грязи наберут блин в этой черноземной зоне Курской а там на сапогах налипало по 20 килограмм и потом приходили стряхивали Украину да это наша территория а она шла вперед она высокие технологии накручивала она разведывала недра свои и так далее и так далее а мы а мы вторая часть это второй обмылок Россия а мы расползлись жабой такой между Балтикой и Тихим океаном мафиозной жабой вот где нет единого политического пространства экономического ну смотри допустим у нас Якутия страна территория 6 5 франций вернее да которая дает нефть дает столько золота по-моему 26 тонн в год выпускает 27 тонн которая дает бриллианты на чем мы зарабатываем у них там бараки у них это они ночью ходят в ведро а потом в окна выплескают на улицу вонища стоит в этих городах да у них через Лену моста нет потому что там нужно возить все это дело они по зимнику возят рушится лед гибнут люди там а в это время мост строит на остров русский на Дальнем Востоке нахрен он был нужен он сейчас не как памятник бесхозяйственности стоит там да или мост Крым там и так далее все а с другой стороны и это нищета а с другой стороны республика которая ничего не производит только пожирает 200 по-моему 200 или 360 миллиардов пожирает в год рублей это Чечня которая в свое удовольствие живет значит ворует еще ездит по Ставропольской области там это грабит ты знаешь до чего доходило Ставропольской области когда эти там корейцы особенно которые производили лук там все прочее брали эту землю они нанимали солдат из армейской части с бронетранспортером чтобы охранять этот участник потому что чеченцы на детали грабили их деньги отбирали все прочее вот до чего вот что такое одно пространство России это Москва забирает все и вся отовсюду выгребают деньги полстраны получают меньше 25 тысяч рублей о пенсии на Алтае 4 тысячи рублей пенсия а сколько умирает у нас так эти же у которых как вы говорите выгребают все без остатка которые ходят ведра выливая их в окна они же сейчас готовы умереть за Путина и даже не в переносном смысле а мы с тобой они едут умирать за Путина а мы с тобой к этому подойдем да почему они готовы умереть вот то есть Украина идет вот вперед мы откатываемся назад вот уж не говоря не говоря оптимизации здравоохранения о школьном образовании сейчас невозможно не учиться ничего да вот и самое главное потому что мы же ничтожество стали от России если в советское время вот РСЦР в наших границах давало ВВП 8% мировых да то сегодня мы даем всего 1,8% мы там меньше Монголии а из себя строим значит империю так вот когда все это распродали что у нас осталось у нас осталось нефти от мировых запасов всего 6% и эта нефть очень трудно ее добывать тяжело и она на грани себестоимости мы продаем да значит мы на 100% зависим от импорта титана хотя у нас запасов 12,5% титана но руда очень плохая для обогащения трудно поэтому легче покупать вот на титана теперь хрома марганца лития мени бокситов вот на грани истощения уран литий марганец никель мы все распродали теперь а как же быть то вот за 18-й год 2018 с 2022 год на георазведку брошено 100 миллиардов рублей это же из бюджета все 100 миллиардов у нас что-то есть но вот эта бесхозяйственность и воровство привели к тому что без приписки никто ничего не искал деньги разворовали поэтому у нас нечего нечем больше мы же сырьевая экономика и мы в задницу влетаем это все данные по счетной палаты статистика мы виталии в задницу влетаем и мы подходим к краху этой системы мафиозной нашей экономической потому что когда уже нечего продавать а все уже куплены ими куплены у них дома там вилы закуплены дворцы за рубежом яхты они должны туда все смотнуться и мы одни останемся с этими разводами нефтяных в речках озера погубленные трубы текут понимаешь да вот и они смоются и с приветом и вот все эти наши недра распроданы профуканы вот растащены вот это высшая каста которая эту книгу написал прекрасную я тебя поздравил с ней она нас заставила лезть в Арктику теперь искать что-нибудь сейчас мы остались без полиметаллов а где их взяли вдруг нашли на новой земле месторождения стали ковырять копать разрез это руды с фалеритой глинито свинцовой цинкой руды но оттуда же телушка за за морем телушка полушка рубль перевоз это возить туда какие какая себе стоимость потом мы начинаем лезть в Арктику это священное место для всего мира сейчас поднимется и Норвегия и Америка и Канада и Швеция и все прочее нам опять будут по рогам давать вот но тем не менее ну что делать и вот остается Украина а Украина в это время что у нее уже сегодня Россия у нее покупает 83% всего Титана представляешь вот мало того что мы забрали у них в 1994 году они нам отдали последние 1900 боеголовых стратегических ядерных передали просто а то что они не оставили себе в 92 году тогда был президент Кравчук 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 да Леонидович Леонид Леонид забыл Леонид Кравчук он создал 43-ю дивизию ядерную у себя да решил потому что сначала они подписали протокол а потом он увидел что в начале 92-го года наш парламент который возглавлял Хасбулатов принял решение о денонсации постановление президиума Верховного Совета РССР о передаче Украины Крыма Украине он почувствовал что запах войны приближается и тогда говорит не ребята мы у себя оставляем эти ракеты и 43-ю дивизию создал и тут его хитростью выманили в Америку на рандеву туда а был у нас Евгений Иванович Шапошников министр маршал авиации хороший мой приятель кстати ему поручил Ельциному стиблить у них эти ракеты и вот он организовал на самолетах вывоз этих ракет сюда у края то есть мы наворовали там того-то наворовали того-то все теперь мы этим пользуемся еще машем кулаком это не наш кулак то елки-палки ну ладно мы возвращаемся к Украине а Украина в это время вот 83% всего титана мы у нее покупаем 70% криолина 50% циркония вот и дальше и дальше в недрах Украины большие запасы стратегического сырья вот я пишу разведанные причем мы готовы к использованию это марганцевая руда железо кривой рог почему мы сейчас живемся в кривой рог туда никелевая руда хром ртуть золото уран самое главное уран который нам необходим и вот когда все это видишь и понимаешь что мы же мы сейчас с тобой повторяем смотрим не сейчас живем а мы живем в 30-м году и мы как историки анализируем предположим да спустя мы как историки анализируем то что было и мы тогда говорим конечно они не могли не напасть на Украину правда потому что там все есть а здесь все прокакали проворовали там и так далее надо было лезть вот и они полезли тогда да я имею ввиду вот но это для того чтобы спасти мафию но понимаешь ведь просто так полезть но брат на брата идти как надо же идеологию какую-то найти вот как тогда раскулачивание было тоже братья в одной деревне живут братья понимаешь надо кого-то раскулачить а он мироед вот допустим ты был у меня братом да а там у нас речка течет горно такая а ты умный ты взял перегородил камнями мельницу и взял мельницу поставил да вот и а мы ходим к тебе слушают ты же какой молодец мы у тебя будем пшеницу из пшеницы муку делать и ты говоришь пожалуйста ребята ну я же это работаю делаю да тебе платим платим а потом работаем все братья пьем вместе и вдруг нужна коллективизация вам нужно кого-то кулаком сделать а вот давай мы тебе кулаком вот ты же мироед ты же эксплуатируешь падла ты же эксплуатируешь эксплуататра все тебя к стенке или тебя в Сибирь и здесь тоже надо находить какую причину для нападения для спецоперации для этой не скажешь что нам надо здесь сейчас нам ниже железа не хватает урана не хватает мы все проторговали пропьянствовали блин вот наши где-то этот уран этот алюминий это серебро плавает в Средиземном море в виде яхт да наших там у нас телки в этих яхтах любовницы понимаете а тут еще а нам нужен металл вот давай сделаем что они националисты они русских бьют да а давай это придумаем и вот придумали и вот этот наш народ глотает да а я нашему народу назову самого главного ненавистника русского народа хочешь я назову его это Владимир Владимирович Путин я тебе пример один приведу значит в 1993 году Путин полетел в Ашхабад к Ниязову там они выпили конечно и все прочее вот и он подписал соглашение о двойном гражданстве Ниязов просил его чтобы он одно было гражданство ну Ельчин как же ему русских бросил я не могу хоть я под даты я это тебе не позволю и подписали что русские а там их несколько сот тысяч потому что канал каракумы строили да из Ленинграда из Москвы там ехали с семьями там остались потом рождались там ну это их родина вот а Ниязов хотел от них избавиться потому что русские ему не давали такой тоталитарный строй построить который он хотел азиатчину вылепить азиатчину и вдруг когда уже Путин пришел Ельцин ушел в 2003 году приползает Ниязов в Москву и говорит Владимир Владимирович я знаю тебя хорошо уже сейчас за три года когда ты пришел знаю что тебе ничего не надо ни один хрен тебе что к людям относиться что к козлам что к муравьям да вот и поэтому я тебе предлагаю вот мы тебе сейчас газ дешевле будем давать наш а ты нам отмени это решение аннулируй его и аннулируешь ты его и тогда мы будем если русские хотят уехать а у них одно гражданство должно остаться туркменское все отнимается паспорта если я хочу уехать тебя мы отпускаем но мы не разрешаем ему ни дом свой взять ни квартиру ни мебель ничего даже платок него не возьмет пусть убирается к чертой матери безо всего 120 тысяч человек да еще дети у них да а Путин говорит да конечно плеваю я хотел плевать на них самое главное газ потому что мы с Газпромом ведем мировую политику на кого надо давить а мне сейчас значит у меня такая система создалась что меня не контролирует никто не парламент я что хочу с деньгами то и делаю я даже вот создал прокладку потому что наш Газпром и Роснефт да должны платить дивиенты государству они же часть государства то есть отдавать деньги государству а я взял сделал прокладку Газпром банк там да вот и это это мои деньги лежат начинает Силуанов орать дайте деньги почему не даете а те говорят иди в правительство правительство нам не дали это всего президента они звонят а им пресс-секретарь там же пресс-секретарь командует Кремлем Песков говорит а президент никакого отношения идите в правительство так никто денег в правительстве и не может найти этих да вот и вот он сделал это дело и так русские остались там и не могут выехать они он рабы отдал их вот что это за человек и он сегодня говорит о том что я за русских хочу там какого-то дяде Ваню кто-то стукнул да обозвал мы сейчас поднимем весь мир 8 лет 8 лет а вот на Донбассе терпели и теперь мы стали врагами когда я на свободе выступил недавно радио свободы и я сказал что мы же ведь братские страны для меня вообще дико я от лица от имени отца выступал потому что он похоронен в Барвенково где сейчас сражения идут среди 300 тысяч погибших ни за что они же когда уже вся Москва почти была взята и кинулись искать уже некого брать в Европе Европа занята фашистами кинулись брать всех с Сибири с Алтая мой отец ему 36 лет уже был нас 4 у него он служил 5 лет кавалеристом в армии их же все сгребли кинули сначала Москву защищать отстояли а потом Украину и они похоронены сейчас по их могилам эти чеченские ботинки топчутся там да хауля хауля понимаешь и так далее я говорю что же мы братские народы до чего довели а тогда один украинец говорит а мы сейчас не братья мы враги да вот это меня резонуло потому что я ему сказал что вот мы когда мы созидали мы были братьями когда вы воюете ваше поколение да вы враги вот я когда после школы поехал строить братскую ГЭС на Ангару вот и в 17 лет меня сделали бригадиром я был бетонщиком бригадиром и меня сделали бригадиром комплексной бригады бетонной 50 человек было у меня это мы глубинными этими вибраторами протягивали всю весь бетон чтобы он не пузырить там было и так далее ну и потом в разных еще местах там и у меня было 20 украинцев мы были действительно братьями потому что мы жили в палатках а когда было под 50 градусов то волосы у нас все прилипали примежали к палаткам ходим и вот мы утром ходили и дышали на голову каждый друг другу чтобы оттаяли волосы мы были братьями у меня когда я ездил служил в армии в Приморье там больше половины было Приморского края украинцы там едешь вот на учениях Полтавка Черниговка Киевка значит районы все Ивано-Франковский район там и так далее при Столыпине туда ехали так остались и украинцы а уж Одесса вся украинская потому что там после Одесского морского мореходного училища весь торговый флот все одесситы я уж думал что если бы президентом Украины был Путин да это конечно не приведи господи то он бы уже давно придумал чтобы раздать послать туда бригаду и по всему Приморью раздали украинские паспорта и они бы там организовали независимое образование а потом он бы сейчас требовал этот коридор туда как немцы требовали Данцовский коридор у поляков так он сейчас требовал от Киева коридор до Приморья и воевать бы говорит я хочу так вот а у меня служили в армии со мной я служил в пятой танковой армии а у нас были артиллерийские полки я в Гаубичном полку служил у меня был товарищ украинец Коля Василец из Ужгорода кстати ему были оператор вычислитель были и мы с ним обслуживали НП Красный наблюдательный бунт Красный это командующая армии то есть высшая категория нас и мы стрельбу вели но все эти нормативы старые были а мы сейчас вели стрельбу по скородвижущимся целям морским морские учения там были и там нужно было готовить за 15 минут где-то подготовить батареи к стрельбе это же время-то другое и мы с ним создали новый прибор прибор управления огнем для скородвижущихся морских целей где мы сократились 15 минут до 3 минут подготовка там же почему морские средьбы там много запускаешь метеоогневой зонт подготовка там через каждые 50 метров надо считать направление температура воздуха направление ветра скорость ветра влажность воздуха там 5-50 метров новые новые потому что там потоки так кипят а мы сделали логографические линейки объединили там тут тут но это долго рассказывать и выдали этот прибор с ним и нам дали еще в армии офицерские звания когда служили и отпустили нас раньше на 3 месяца из армии для того чтобы мы успели сдать экзамен и он поступил сумский маршрут строительный я казахский государственный университет на журналистику а потом я к нему приехал в Ужгород и он меня повез по закопатью особенно Мукачево его там родина была Мукачево там такой табак ароматный почти как герцоговина флор да я не так это любит табак вот и меня угощали а я говорю Коля да это разве табак я тебе приедешь ко мне на Алтай тебя угощу самосадом ты плюнешь на этот табак смеялись там а там все украинцы западенники все наши люди же если с ними нормально да да они москвичей не любили вот я то не был москвичем они считали что как и сейчас вся Россия что Москвы так москвичей нигде не любят их и в Курске не любят правильно вот я говорю нигде не любят потому что они как паразиты они как клопы сели на на русских на Россию на всю и питают себя вот а потом он приехал ко мне на Алтай его угостил самосадом он крунул у него глаза вылезли из орбит да вот но я сказал что вот что такое Алтай выше и лучше чем твои Карпаты и люди здесь крепче чем вы там эти ну в общем дружба была всегда я потом и ездил туда и избирался когда в депутаты ну и сегодня вдруг мы стали врагами да а сколько в Казахстане этих украинцев все же приезжали цену поднимать и там остались вот а вот здесь такой вопрос вы как бывший первый вице-премьер вы я так понимаю в деталях должны разбираться как работает ядерное оружие вот эта система кнопок чемоданчика а на ней ударит Путин ядерным оружием не почему а не сможется он бы хотел ударить во-первых он бы он струсит потому что Путин жизнелюб у него столько любовниц которые он продал квартиры там и так далее да и то-то то-то и деньги там немерено и он вдруг он этим живет он любит купаться в крови из морала из дорогих моралов в ваннах он любит в грязи валяться да он любит он не любит работать ни хрена не знает эту работу тому-то верит потому что когда говорят вот Путина подставили ему опять дали там не ту информацию парень ну ты должен соображать все-таки если у тебя нет кругозора тогда не лезть туда елки-палки то есть только из-за того что он слишком любит жизнь он удар не нанесет это единственная причина нет а вторая он просто не сможет потому что удар может нанести ракета типа сатаны или скальпеля вот сатана вот которая стояла в шахте 40 метров глубиной и она накрыта такой 40 тонной крышкой из руды урановой ее ничем не пробьешь и вот эта крышка открывается а там минометный старт там загорается стартовая двигатель их не видно с космоса а потом из миномета как раз вылетает как пробка из шампанского он поднимается на скажем 70 метров и у нее стартовый двигатель пошел работать и он пошел в космос а со спутника американцы французы там смотрят они же за каждым сидят там да они пока дают команду а там уже это тоже гуляют эти ребята которые еще в стратосфере убирают их а уже поздно а когда разрушение шло Горбачев и Ельцин тогда Паша Горбачев наш Грачев министр обороны по чьей команде не знаю да на Ельцина взял и залил все шахты на 30 метров бетоном и оставил только 10 метров для тополя это пуколка одна которая у нее траектория настильная она плывет не туда космос не уходит а настильная траектория любым крейсером сбивается американским он заводил это дело еще написал письмо министру обороны США что вот я выполнил задания мир дружба я же это в книге приводил это письмо вот а то что сейчас они сочиняют там то-то то-то мы же видим потому что мы видим да то и мы видим это к этому вопросу но мы возвращаемся к нашей теме да и вот теперь у нас с тобой вопрос такой сегодня часто спрашивают друг друга а чей Крым вот чей Крым скажи мне хороший вопрос ну юридически юридически я бы не юридически берем мы берем то что если бы это был наш Крым мы бы там по нормальному настроили лагерей всяких для детей для отдыха с севера люди дети же у нефтяников у этих строителей нефтяных башен там разных у газовиков да и вообще с того же Норильска сколько там детей в Норильске которые не не знают ни зелени ни воздуха они бы ездили отдыхали государство бы работало заботилось но нет а там больше там во-первых путинская мафия захватила берег ты наверное читаешь там уже воют всех зря мы радовались тому что Крым стал русским да их всех от берега оттягивает отодвигает проволоками колючими сетками решетками и там ротенберги начинают строить олигархи путинские все но самое главное Крым это база военная там аэродромы самолеты все точно так же как и база в Донбассе которые взяли это не то что Путин брал Крым для России это как это называется когда вот реку переплывать надо и нужно там захватить плацдарм форсирование это плацдарм для дальнейшего наступления на Украину вот плацдармы и Крым и ЛНР там ДНР это плацдармы для наступления ждали момента а как момент значит в декабре или в ноябре Россия выдвинула мы же говорим это о том что как мы видим сейчас 30-го года как они там делали да вот тогда это взяла Россия и выдвинула ультиматум Западу вот вы там негодяи вот вы нам мы против мы ненавидим это НАТО а вы они же они думают что мы-то не знаем 30-е годы что Путин лез в это НАТО рвался да а вы нам их приблизили вот мы вам даем срок до того-то периода чтобы вы отодвинули все по тем местам где вы все в 1997 году помнишь этот ультиматум да вот ну ясно что над этим ультиматумом посмеяли все а это ультиматум Керзона такой так название прозвучал вот и это было сделано для того чтобы начать эту спецоперацию так спецоперация называется да так вот за это время пока ЛНР было ничьей да а там там же ребята КГБшники во главе они же из Москвы все пришли возглавляют пока они там пьянствуют там в Дании затоплено было 49 шахт самое страшное что затоплена была шахта Юный Коммунар это на той шахте где был ядерный взрыв проведен для того чтобы там постоянно из пластов шел метан не давал работать людей убивал все прочее решили между пластами взорвать ядерный заряд да большой и сделать такую карман огромный туда титан будет это то есть у метану ходить вот и не будет мешать шахтерам а потом этот метан выкачивает там да так теперь все бросило его затопило тоже и эта вода дренирует после ядерного взрыва в Азовское море а потом эта вода поступает уже в Черное море мы теряем Азовское море Черное море вот мало того там шахтное производство ртутное там большое предприятие и там шахты ртутные их остановили тоже это еще раз где это какой регион а это какой еще раз регион Донбасс Донбасс да шахты ртутные остановили тоже их залили и ртуть тоже дренирует и идет в Азовское море и идет туда это все к чему пришли но самое главное что мы сегодня похожи на пиратов у нас у нашего президента у того президента который был Путин мы же с 30-го года смотрим у него была психология пирата он и Россию превратил в пиратское государство как пиратский корабль на волнах гулял и то постреляет по Грузии то по Осетии по Южно то и по кому-то еще там и так далее и тут он вломился в Украину а что можно из Украины взять вывезли по-моему больше 20 предприятий из оттуда я тебе сейчас зачитаю некоторые это снимает оборудование вот я же помнишь как-то Путин сидел на задании правительства и говорил а вот вы в Америке там какую-то высокую технологию придумали он говорит пусть они придумают а мы потом цап-царап у них и заберем да вот это у него цап-царап у него в душе сидит с детства там цап-царап там цап-царап там цап-царап и вот когда идеология цап-царап внедрена в государство целое да мы это и получаем что мы получаем значит завод ТАПАС переведи военные а военные комплексы для электронной борьбы да Луганский машиностроительный завод это известнейший в Европе электровозы делает тогда он тепловозы делал там и далее Луганский завод Донец выращивает кристаллы для микроэлектронной промышленности в 2010 году вырастил кристалл сапфира весом 60 килограмм это мировой рекорд я представляю как сейчас его оттуда притащили ночью потому что днем заснимет спутник кристалл светит хорошо отсвечивает от луны прикрывал пузом своим какой-нибудь генерал четырехзвездный притащил Владимир Владимирович говорит Владимирович вот наш подарок вам трофей а может быть это и Шойгу был я сейчас сразу отвлекусь пока и хочу сразу обратиться через себя к Шойгу Сереж помнишь 90-е год ты работал сначала был в партийном комитете то вы а потом тебя взяли инструктором Красноярского Крайкома КПСС и оттуда вдруг из ЦК КПСС через премьера Силаева Нового тебя выдвинули в наше новое правительство демократическое созданное в 90-м году наше правительство было это сплошь из народных депутатов СССР и так далее известных и вдруг появился мальчик Серега а он поскольку у него отец когда-то работал редактором а я редактором он ко мне ближе я говорю Сережа ты а он его назначили каким-то начальником подвалов вот этих бомбоубежищ да вот а мы сейчас искали человека для министерства чрезвычайных ситуаций я говорю Серега ты в Саянах лазишь по столбам там там столбы есть хорошие скалы он говорит конечно я люблю я говорю вот будешь лазить по развалам нашим я сейчас Ельцин тебе порекомендую министром МЧС и мы его назначили министром это снова с вашей легкой руки да то есть уже получается Ельцин Назарбаев теперь и Шойган да много МЧС а входил слух что он родственник Наины Ельциной да ну нет да да что ты елки может любовник елки но я не думаю это вам вине и вот когда мы его сделали ему большие деньги дали вот бери машины бери эти плуги чтобы объезжать эти леса их же нужно от железных дорог плугом проходить полосы делать если что погоня перекидался а потом когда начался в 90-м 2010-м году пожар который здесь вот у нас чуть Москву не сжег торфяники а я смотрю а он все эти солдаты всех учеников прыскивают этим насосами велосипедными пшик пшик генерации да насосами елки-палки вот а я думаю где же деньги которые дали ему а потом увидел что оказывается у него дворец построен в стиле этого китайском такой знаешь буддийском сиди дворец еще там рядом дворцы его замы наверное буддийский потом его сделали министром обороны потом мы видим к чему это привело у него новые дворцы появились уже опять да я хочу сказать обратиться к нему Сережа вот я недавно был в горном Алтае и у меня там знакомые старцы есть они живут взаимки на хребте Коксуйский хребет мощный хребет откуда берет начало река Катунь и они мне сказали передай увидишь его что в 23-м году будет мощное землетрясение Туве землетрясение по Шкае Рихтера чуть ли не 10 баллов и будет такое разрушение что живые будут завидовать мертвым потом и все это потому что это должна быть карма за тебя за Сергея потому что этот народ тебя перца этого выродил и выпустил для разграбления страны вот пусть он изменится пусть он все это отдаст свое надо же мы тогда будем молить этот суперкомпьютер чтобы этого землетрясения не было и вот я обращаюсь к тебе Сергей если хочешь сам слетай туда вот ты знаешь где идти скалы это рядом с Аянами же вот и договорись с ними кому звонить куда звонить кому продавать кому не продавать кому отдавать я вот и хочу сразу обратиться правильно да вот а дальше пойду сейчас значит вот этот ну прямо хочется мне посмотреть это Сапир да 60 килограмм потом завод маршал трубопроводная арматура оборонный завод электро электро монтажо-строительный российская газета написала что оборудование перевезли в Ростов Ростовскую область да значит и какие-то какие-то олигархам отдали новые немецкие станки там ЧПО вот это все оборудование которое они берут там везде новое оборудование с числовым программным управлением немецкое у нас же ничего нет мы же ввели закон мы же налог на добавленную стоимость а налог на добавленную стоимость это налог на уничтожение высоких технологий но наш зритель скажет ну вот оказались мы в такой ситуации ну дескать а что нам делать еще естественно ну грабь территории вывози сюда что дескать здесь хоть как-то задышала хоть чем-то задышала наша промышленность начали что-то производить ну сапфиры ну сапфиры хорошо линии так линии то есть для нашего обывателя эта информация скажем больше наверное такая радостная обнадеживающая они на нас не будут работать как у нас 95% нашей экономики у нас не работает работают на зарубеж всех вот момент такой как вы все-таки и вот в том числе есть чем закончится вся эта история а тебе уже надоело меня слушать нет мы здесь все равно ограничены хронометражом значит сейчас стакановский завод ферросплавов там причем я знаю заводы ферросплавов занимался ими крупный завод в Казахстане был Ермаковский ферросплавов он феррохром был а здесь феррохром ферросилициум феромарганец это такой потрясающий завод они его забрали они продали его Южной Осетии Южной Осетии вот этот зритель твой скажет а куда же его нам же нет это Южной Осетии и многие другие я уже не буду повторять да да еще остановимся ну это убийства идут там так далее двойная игра двойная игра двойное второе дно это вот за 2019 2022 год да 21 год Лондон из России было отправлено 1000 тонн золота а в 2001 году нет 2020 году это 2 в январе еще 200 тонн в досыл было отправлено как раз за несколько дней до этой операции да и причем 300 тонн 300 тонн золота 1200 тонн 1200 тонн 1200 тонн и причем документ такой принятый что его деньги возвращать не надо за продажу этого золота там оставлять а как это было приведено а это федеральный закон федеральный закон а то есть на наших счетах остается там соответственно сюда не заходит остается там на твоих счетах прямо ага твоих счетов нет наших счетов это все их вот эта книга твоя которая высшая каста это вот на их счетах ты молодец что написал пусть люди посмотрят и почитают ее чтобы они маленько мозгами крутили и думали да для чего это было сделано вот такое ощущение что знаете вот как в ресторан звонят и говорят слушайте мы хотим у вас там погулять там свадьбу ну наверное побьем окна наверное поломаем мебель вот давайте мы чтобы вы так не беспокоились мы вам депозиты сразу оставим так чтобы на всякий случай если мы даже сожжем ваш кабак да вы его построили новый вот эта вся ситуация напоминает то же самое да это вот мы Украину разгромим да вот и у нас бы это это золото бы ушло за это репарации если бы это было бы золото не если бы оно было продано от имени государства тогда оно теперь ушло куда-то оно наоборот ушло туда потому что если они победили бы и вдруг все это сделали потом надо уехать уже надоело уехать в это там берусь коня уже приготовил на острове я забыл какой он остров называют дачу большую нашим начальникам да на там средиземном море вот туда поехать этот миллиард то есть тысяча тонн золота на одичь не будет и так далее и так далее но она тебе не достанется вот и в это время же наши покупают вот в США предприятие по добытию урана называется Ураниум ООН представляешь мы говорим с Америкой так причем тайно покупают ФБР распечатало это дело и подалось в судебную палату что Кремль дал Хиллари Клинтон больше миллиона долларов взятку за это дело там сейчас скандал чуть ли назад не возвращает да вот потом наши мы говорим что мы враги наши совместно с США залезли в Симплатинский полигон ядерный взяли оттуда 200 килограммов обогащенного боевого урова этого плутония а плутония это делалось в Монгешфаке там была электростанция на быстрых нейтронах в городе Шевченко я был на ней кстати и он как раз это боевые плутонии делал а там же рудники урановые тоже на них лазил я да у них там все есть Казахстан может сейчас атомную бомбу сделать и Украина атомную бомбу сделать мы зря машем этими бомбами вот вот все вот еще второй план этих событий мне кажется почему США возникает там США и Англии очень невыгодно чтобы альянс состоялся между Германией и Россией а у нас уже около 170 общих проектов мы же ты же видишь что как Путин вводит все нити все газопроводы нефтепроводы от Украины от Белоруссии и туда в сторону Германии все эти как он называет Северный поток 1 Северный поток 2 Хаббл там будет Германия должна распределять и Франции и Испании всеми она может всегда прикрыть это дело как мы начинаем делать мы же ведь шантажом занимаемся мы Украину шантажировали постоянно мы ее пихали мы хотим чтобы они были братьями наши мы же помнишь когда они нам присылали молоко масло сыр прекрасный колбасы сало а потом олигархи Путину сказали у них дешево они же дешевле нашего все у них берут у нас не берут надо их прикрыть и тут он подключил наши службы которые сказали нет у них это испорчено как с грузинским вином запрещаем это запретили они потом значит они они же начали этого сместили Януковича сначала а Путин уже ему дал деньги большие Януковича а они проиграли проиграли чем закончится вся эта история для России чем закончится значит у нас будет введен налог на коромысло это во-первых налог на коромысло был введен Петром Первым Петр Первый пространял все деньги профукал пропьянствовал вот он же столько вреда принес русскому народу и России и уже нечего было казна пустая была тогда они ввели баню то есть налог на все народ уже отказался от всего и от огородов и птицу не держать и там то-то и тогда ввели налог на баню а там баню ввели все бани закрыли народ не стал ходить и тогда стали мыться в печах в печках русских я вот ездил по Вологодской области по Тверской и до сих пор еще в печах моются бани по черному так называют нет бани по черному это баня а это печь русскую протопили печь солому накидали туда залезла женщина и вылазит я как раз зашел она лазит у нее листик задний проник там а тут корыто корыто ополаскивается но когда люди стали в баню не ходить а мыться в печах но они же коромыслом воду носят для того чтобы мыться тогда налог введи на коромысло и вот нас ждет налог на коромысло потому что сейчас уже запрещают кур держать тоже на дачах затеплиться налоги за то-то за то-то за то-то после этого когда водят налог на коромысло да то какой выход какой у нас вот есть такая британская промотолог да Джеймс Гудл Гудл она рассказывает она занималась значит шимпанзе исследовала их вот в в Арктике то есть в Африке там исследовала и у нее целая семья большое несколько там десятков сотни этих шимпанзе а у нее палатка была а за палаткой она складывала эти канистры из-под керосина там шелампы жгли там так далее и вот один из этих шимпанзе слабенький такой да догадался взял у нее украл два две канистры и начал стучать по ним и он запугал все стадо это и даже те самцы которые сильнее они стали бояться и он сделался альфа самцом и стал командовать этим стадом и вот они уже все измучились она говорит стали болеть все прочее да стадо и тогда я отобрала эти канистры у него и его опять попинали и вернули в это стадо и альфа самцы взяли власть вот пока этими канистрами гремит кое-кто ничего не изменится нужно эти канистры отобрать в том числе канистры в лице атомной бомбы там и так далее и так далее как отобрать это у нас второй вопрос будет с собой второй разговор как вы считаете путин победит нет в этой спецоперации нет чем это все может закончиться для Путина для страны это развалом кончится все России больше нет если победит Путина это будет смерть России тоже потому что такая начнется катавасия фашизм такой не вдохнуть нельзя вот это нам выгодно чтобы он не победил и он не победит но развал будет странный потому что первый первый уйдет как раз Серега этот со своей Тувой у него уже армия своя создана они перейдут Монголию туда и все а потом пойдет второй этот басмач из Чечни Рамзан Кадыров да потом пойдет и в Нагушетти потом пойдет как бы нам не хотелось Дагестан а у него границы мощные у него Каспийское море там а потом уже остальные пойдут и все Михаил Владимирович спасибо большое за эту беседу я надеюсь что мы периодически будем встречаться да и мы потом еще кое-что о чем мы поговорим что мы за народ да потому что очень много это как бы исторический пласт и то что вы нашли в архивах и здесь можно поговорить о Ватикане то что вы там обнаружили где-то поспорить где-то согласиться где-то шокировать наших зрителей давай спасибо большое за эту беседу это был Михаил Полторанин первый вице-премьер Ельцинского правительства а просто хороший человек я был и остался им да потому что мы же не занимались экономикой я я был почему меня Ельцин сделал таким потому что мне не давали проходы гайдаровцы я же их третировал потому что я и показывал что это за народ я туда назначил Генуше Петько может ты его помнишь он народный депутат СССР был в известиях с опкором по Киргизии так он выиграл первого сектора ЦК Компартии Киргизии выборы тогда и он в международной депутатской группе был я его назначил пресс-секторем правительства они не давали ему документов они от него прятали это Гайдар это Гайдар Шохин Авин это же мафия тоже вот я рассказывал где-то что там был такой Головков Деша назначенный Гайдаром так он серебряные ложки и вилки клал Гайдару Шохину Авин а всем остальным членам алюминиевые ложки это мразь это надо отдельно записать это отдельную передачу дорогие друзья спасибо что были с нами распространяйте это видео подписывайтесь на наш канал Миронов де-факто и на телеграм канал описание в ссылке видео и обязательно ставьте лайки если вам понравилось счастливо подписывайтесь на наш канал